Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Владимир. Сегодня мы разберем такой элемент, как спиннер. Спиннер – это выпадающий список, позволяющий разработчику мобильного приложения доставить пользователю возможность выбора тех или иных действий, которые будет выполнять приложение. Итак, перейдем от слов к делу и начнем. Создадим новое приложение в Android Studio. Назовем его Spinner Lesson. В домен компании назовем Lessons.ru и выберем папку нашего проекта. Теперь нажимаем Далее. Здесь еще раз нажимаем Далее. Выберем Empty Activity, то есть пустой Activity. И нажимаем еще раз Далее. Имя главного Activity, Main Activity, можем оставить по умолчанию, так как есть. И нажать Finish. Ну вот, Android Studio создал нам наш проект. И как мы видим, в открывшемся проекте есть один Activity. Это Main Activity. К нему мы еще вернемся. А для начала нам нужно будет перейти к представлению главного Activity, то есть к Activity Main XML. Activity Main XML представляет собой XML файл и хранится в папке ресурсов, под папки Layout. Первым делом удалим лишний TextView, он нам сейчас совсем не нужен. А вместо него создадим наш элемент Spinner. Ширину элемента зададим по ширине контейнера, в котором он размещен. А высоту по содержимому самого элемента Spinner. Также добавим ID, благодаря которому мы сможем работать с нашим элементом в коде. Поскольку элемент Spinner будет содержать список автомобильных брендов, назовем его SP Auto Brands, где приставка SP сокращенный имя элемент, то есть Spinner. Ну вот, визуальная заготовка у нас есть. Теперь перейдем к MainActivity и немного по коде. Первым делом создадим строковый массив, где каждый элемент массива будет пунктом нашего упадающего списка. Список будет содержать, как мы уже говорили, автомобильные бренды. Пусть это будет Toyota, Nissan, ну и пусть это будет BMW. Теперь перейдем к событию OnCreate нашего MainActivity, которая срабатывает при создании Activity и создадим адаптер. Продолжение следует... Продолжение следует... Ресурсы SimpleSpinnerItem и SimpleSpinnerDropDownItem создавать не нужно. Они уже созданы. SimpleSpinnerItem нужен для создания представления для каждого элемента списка. А SimpleSpinnerDropDownItem является шаблоном для упадающего списка. Теперь создадим самый упадающий список. ... ... ... ... ESP Auto Brands Это тот самый ID, который мы задали в представлении Следующим шагом установим адаптер Давайте теперь установим для выпадающего списка событие которое будет срабатывать при выборе элемента списка То есть это будет какое-то сообщение, выдаваемое пользователем Продолжение следует... Где первый параметр это контекст Второй параметр это само сообщение А третий параметр это временной интервал В течение которого наше сообщение будет видно на экране Теперь давайте запустим приложение и посмотрим, что мы там понаделали Продолжение следует... Вот как мы видим, все отлично работает Давайте остановим наше приложение И попробуем событие onItemSelectListener вынести в отдельную функцию Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Скопируем ввод текста... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И еще раз запустим наше приложение Как мы видим, ничего не изменилось То есть все работает аналогичным образом Давайте еще раз остановим наше приложение И попробуем изменить сам вид элемента спиннер Для этого нам нужно будет перейти к activity.main.xml То есть представлению И написать следующую строчку Вернемся к main activity И зададим заголовок списка Продолжение следует... Еще раз запустим наше приложение И вот что мы получаем Ну вот, я надеюсь наш сегодняшний урок был вам полезен Буду признателен за ваши комментарии Лайки, подписки Спасибо за просмотр И до новых встреч в эфире Субтитры сделал DimaTorzok